Библейский портал экзегет.ру представляет 27 глава автора законе перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет Ну вот у нас закончились собственно положения закона и осталось принять этот закон Вот сегодня законы выходят их принимает Государственная Дума других странах другой парламент ну и народ пододенется Будет выполнять или не будет или как обычно у нас бывает так выполнять то будет но не особенно А вот здесь этот закон надо принять потому что это не просто нормы спущенные сверху Это еще раз еще раз скажу это форма отношения между Богом его народом Поэтому любые отношения предполагают взаимно принятые обязательства Моисей вместе со старейшинами Израилем велел народу Исполняйте все повеления которые я возвещаю вам ныне Когда вы перейдете Иордан и вступите в страну которую отдает вам Господь ваш Бог Воздвигните там большие камни побелите их извести и запишите на них этот закон Сделайте это когда перейдете на ту сторону чтобы вступить в землю которую отдает вам Господь ваш Бог В землю текущую молоком и медом как обещал вам Господь Бог отцов ваших Ну если бы он просто сказал перейдете и исполняйте правила все было бы понятно То есть он дает закон для этих людей уже когда они будут жить в ханаанской земле Но он говорит когда перейдете сделайте себе камни где будет записан текст То есть для того чтобы во первых можно было прочесть Во-вторых этот закон действительно для жизни в этой стране Поэтому он не торопится с этим и не говорит сделайте сейчас И не пытается сделать сейчас Но может быть что еще важнее когда люди что-то записывают Они это запоминают Ну почему студенты например везде и всегда ведут конспекты Ну по крайней мере до недавнего времени так было Может быть сейчас уже это не модно Хотя можно там все из интернета скачать в книжках вычитать Даже еще до интернета было можно Потому что когда человек записывает у него все-таки вот в голове остается Вот здесь то же самое То есть это должна быть ваша деятельность Это не просто от Бога что-то вам свалилось сверху И дальше вот вы смотрите на это с изумлением и думаете что нам с этим делать Это то с чем вы теперь будете жить Перейдя Иордан воздвигните на горе гивал камни О которых я говорю вам ныне и поберите их известью Воздвигните там жертвенник Господу вашему Богу Жертвенник из камней которых не касалось железное орудие Вот это принципиальный момент Почему-то именно железное орудие не должно касаться ничего Потом подобным образом будет сделан жертвенник в Иерусалимском храме Видимо потому что железо это уже такой признак человеческого труда Хотя конечно это все делают люди Но все-таки из природных камней А когда человек уже по себе что-то вытесывает Это уже его произведение Вот культ Господа он не человеком сделан Поэтому жертвенник не из человеком вытесанных камней Воздвигните жертвенник Господа вашему Богу из необработанных камней И совершайте на нем всесожжение Господа вашему Богу Приносите на нем пиршественные жертвы И ешьте и веселитесь пред Господом вашим Богом Запишите на камнях этот закон отчетливо и ясно Вновь и вновь кстати вот этот призыв к празднику и пиру То есть закон это повод для радости и веселья Ну потому что еще раз Это форма отношений Бога с народом А отношения это всегда хорошо Это здорово Когда есть вот между людьми и их Богом Какая-то тесная связь Моисей вместе со священниками-левитами Сказал всему Израилю Молчи и внимай Израиль Сегодня вы стали народом Господа нашего Бога Ничего себе они 40 лет назад вышли из Египта И только сегодня им стали Может быть в момент дарования этого закона Когда на горе Хариф Как она тут называется Или Синай Как она называлась раньше Да нет почему же Отчасти они становились этим народом и раньше Но вот в момент когда они принимают этот закон Они становятся им окончательно Слушайтесь же Господа вашего Бога Исполните его повеление и предписание Которое я возвещаю вам ныне И дальше дополнение Опять-таки Моисей находится еще на западном берегу реки На восточном берегу реки Иордан Он не вошел еще в Ханаанскую землю Но они скоро войдут И вот когда они войдут То должно быть некоторое ритуальное действие Скрепление этого договора В тот день Моисей дал народу такое повеление Когда вы перейдете Иордан Пусть племена Симеона Леви, Иуда, Иссахара, Иосифа и Вениамина Станут на горе Горизима Благословят народ А племена Рувима, Гада, Осира, Завулона, Дана и Нефалима Пусть станут на горе Гевала И провозгласят проклятие То есть народ делится на две части Более-менее произвольно Какого-то символического большого значения В отнесении племени к тому или иному месту нету Но важно, что весь народ Как два таких полухория Провозглашает проклятие и благословение Соответственно, по поводу соблюдения Лебне соблюдения закона Пусть левиты громко скажут Всем сынам Израилева Левиты, соответственно, введут эту церемонию Кто сделает из вояния литую статую Мерзость для Господа Творение ремесленника И тайно установит Да будет проклят И пусть весь народ скажет Да будет так Кто оскорбит отца или мать Да будет проклят А пусть весь народ скажет Да будет так Смотрите, это две заповеди Не твори себе кумира И почитай отца и мать А дальше вдруг неожиданно Кто сдвинет межу ближнего Да будет проклято Пусть весь народ скажет Да будет так Более конкретное действие Вот здесь не пожелай Имущество своего ближнего Межи То есть границы У частной собственности И даже кто поведет Слепого по неверной дороге Да будет проклято Пусть весь народ скажет Да будет так Вот уж совсем, казалось бы, мелочь Повести слепого по неверной дороге А ведь это очень важно То есть народ живет солидарно Народ живет как некая коллективная идентичность Соответственно, любое преступление Против этой солидарности Это очень серьезное преступление Кто попирает права Переселенца, сироты, вдовы Да будет проклято Пусть весь народ скажет Да будет так Вновь вот это Социальная справедливость и милосердие Дальше по поводу Всевозможных нарушений Брачного законодательства Кто ляжет с женой отца Поднимет край одежды отца Да будет проклято Пусть весь народ скажет Да будет так Кто ляжет с каким-либо животным Да будет проклято Пусть весь народ скажет Да будет так Кто ляжет с сестрой Дочерью своего отца Или своей матери Ну это как бы сводные Братья и сестры Они всегда Оба родители совпадают Да будет проклято Пусть весь народ скажет Да будет так Кто ляжет с тещей Да будет проклято Пусть весь народ скажет Да будет так И вдруг переход неожиданно к уголовному законодательству Кто тайно убьет ближнего, да будет проклято Пусть весь народ скажет, да будет так Кто возьмет мзду за убийство, за пролитие невинной крови, да будет проклято Пусть весь народ скажет, да будет так Вот уже убийство сокрыто Потому что тайное убийство, оно не расследуется Явно это расследуется И убийца, соответственно, получает наказание Ну а в тайном наказать его невозможно Никто его не знает Но вот его наказывают таким проклятием, которое должно на него пасть. И, наконец, кто не станет следовать этому закону и исполнять его, да будет проклято. Пусть весь народ скажет, да будет так. Краткий итог. Смотрите, далеко не весь закон здесь приведен. Можно сказать, что лишь отдельные моменты, может быть, не все даже самые важные вошли. Но, тем не менее, вот это такие какие-то вехи, да. Вот есть закон, вы должны его соблюдать, и проклятие, в принципе, постигает человека, нарушившего любую норму этого закона. Но вот некоторые выделены особенно. Но даже не это интересно, а то, что весь народ скажет, да будет так. То есть народ принимает этот закон, и без этого принятия этот закон бессмыслен. Потому что это не просто нечто навязанное сверху, но форма отношений. Проклятие, проклятие, проклятие и благословение. Они продолжатся в следующей главе, где будут некоторые из этих вот тем, из этих ситуаций разобраны более подробно. Продолжение следует... Продолжение следует...